Здравствуйте! На библейский портал Эзегет пришел вопрос, что такое молебен, как его правильно заказать и какие они бывают? Апостол Павел говорит, всякую молитву и упрошению молитесь во всякое время духом и старайтесь о всем самым со всяким постоянством и молением о всех святых. Ну здесь он имеет в виду под святыми всех христиан своего времени. Святой в терминологии апостола Павла, это библейская терминология, это человек, который принадлежит к Богу, он является Божьим достоянием. Святой, то есть взятый в Божий удел. Отсюда, кстати, наше слово святотатство, это воровство того, что принадлежит церкви. Вот если вы украли, допустим, полотенце в кафе, вы просто украли полотенце. Это грех воровства. Если вы украли полотенце в храме, это грех святотатства. Это то, что было принесено Богу. Так вот, любая форма молитвы, если она засвидетельствована предыдущими поколениями христиан, как действующая, она хороша, и мы можем тоже ей молиться. Молитвен как раз и есть такая правильно скомпонованная молитва, состоящая из разных частей из чтения Священного Писания. Начинается она обычно одним из псалмов, 50 или 142, там читается определенный кусок Евангелия, возглашаются прокинутые слова из псалтири, которые говорят о сути подвига того святого, к которому обращаемся. Или это благодарственные слова Господу, или просительные какие-то слова. Вот и молибен, таким образом, он касается как бы всех сторон и видов молитвы и общения с Господом. Поэтому молибен это хорошо. А заказывать его вы подходите к свечному ящику в храме и просите мне нужно послужить вот такой-то молибен, вот такому-то святому. Господу благодарственной это самый лучший молибен. Больше всего и чаще всего заказывайте благодарственным молибен Господу, вот, Матери Божией и тем святым, к которым вы хотите обратиться. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо. 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 Спасибо.